Портал Детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду я, Михаил Горин. Мой собеседник, украинский политолог Вадим Карасев. Вадим, приветствую вас. Приветствую вас, Михаил. Приветствую всех, кто смотрит на нас в Израиле и в НИИ. Много новостей из Украины, но никак нельзя определить, что это за новости и какое они имеют отношение к реальности. Я имею в виду последнее сообщение о том, что страны европейские, страны Запада все-таки решили поставить в Украину множество танков, артиллерии и еще разных видов вооружения. Но никакой конкретики при этом нет. Больше того, поступают сообщения, что это все пока что политические декларации, а не реальность. Насколько все это соответствует действительности? Ну, декларация, да, но уже идет и подготовка. Скажем, экипажи приступили к подготовке экипажей танков. В Польше, в Германии, в Британии были сообщения. Поэтому танковая тема, я думаю, она все-таки близка к реальности, близка к сама эпопея, политическая, скажем так, форма или политическое оформление вот этого танкового сюжета, по танковой истории. Это уже признанный факт. Вопрос только ко времени, когда можно будет собрать все эти 321 танк, как это уже официально подтверждена такая цифра, в частности, послом Украины во Франции Амельченко. Так, и этот материал был, я видел, на СНН уже. Так, это прозвучала цифра 321 танк. Вопрос вот только, когда они, скажем, будут поступать в Украину, каким способом. И как будут формироваться танковые подразделения, учитывая разнородность танков. Так, потому что все-таки там разные модели танков из разных стран. Как это оформить в однородное танковое подразделение, для того, чтобы это было эффективно. Вопрос с самолетами тут, скажем, теперь наступает. Политических решений, конечно, будет принять намного сложнее, чем решения по танкам, которые тоже были сложными. Ну, сегодня, когда мы с вами записываем наш разговор, было сообщение, что президент США, отвечая на вопрос журналистов на одном из пресс-подходов, заявил, что речи о поставках самолетов не идет. Да, F-16. Америка самолеты поставлять не будет. Но Америка не будет поставлять. Америка и танки не поставляет. Америка же, Абрамсы, это, скажем так, такой немножко развод был в Германии в ответ на, скажем так, условия канцлера Шольца. Будут американские танки, тогда и будут леопарды, немецкие танки. Но вот американцы придумали эту всю историю с тем, чтобы изготовить Абрамсы специальной такой партию для Украины, но это будет только в конце 23-го года. К тому времени, когда, мне кажется, все закончится, по большому счету, потому что расчет у многих сейчас на то, чтобы было, ну, скажем так, последний решительный бой с двух сторон. Вот Россия, скажем так, уже подготовлена к большому наступлению. Теперь Запад и Украина должны ответить. И, скажем, новыми танками, и затем, возможно, самолетами. Поэтому самолеты могут дать F-16, так, американские самолеты. По согласию, конечно же, Америки и Польша, и ряд других государств. Можут французы дать свои самолеты, шведы могут дать свои самолеты, так, грифон, если не ошибаюсь, так, и французские самолеты хорошие. А сама Америка, конечно, здесь не будет. Я понимаю Байдена, потому что тогда выходит так, что Америка чуть ли не вовлекается в прямой конфликт с Российской Федерации, а это уже, ну, скажем так, открывает возможность для России, по крайней мере, для легализации, по крайней мере, обсуждения и, точнее так, легализации права на применение ядерного оружия. Потому что вот в чем заключалась стратегия Байдена, так и Запада, что не втягиваться в конфликт, не вовлекаться у него, все время отнекиваться, что это не прямой конфликт НАТО и России, что ни в коем случае нельзя допустить конфликта НАТО в целом или там Соединенные Штаты Америки и североатлантических союзников США с Россией для того, чтобы не создавать, скажем так, легализовать тему использования или право использования ядерного оружия со стороны России. Потому что Китай, Индия, ряд государств, которые занимают либо нейтральную позицию, либо дружественного нейтралитета по отношению к России, все-таки против использования ядерного оружия и недвусмысленно, и по дипломатическим каналам, и публично заявляли об этом в Российской Федерации. Ну понятно, раз Украина ведет войну, точнее Россия ведет войну против Украины. Но это одна история. Какое ядерное оружие? А помните, вот в октябре месяц, накануне и во время 60-летия Карибского кризиса эта тема поднималась. И она заглохла. Но заглохла, потому что в этом и парадокс. Потому что многополярный мир как раз делает тему использования ядерного оружия достаточно сложной, если не токсичной. Одно дело, когда биполярный мир, там, Соединенные Штаты Америки и СССР, каждый контролирует свои блоки, своих союзников, партнеров, сателлитов и так далее. Ну какая там может быть, скажем, какие-то возражения, например, там, сателлитов или союзников в одной из стран, или там, ну, Россия или Советского Союза, да, против использования ядерного оружия. Ну нет. А вот когда мир многополярный, что, в общем-то, и желает Российской Федерации, настаивает на этом, это их официальная концепция и доктрина международных отношений, здесь уже не так просто. Так вот, я к чему это? Что если война переходит в наступательную фазу и наступлению готовится Украина с помощью своих военных союзников, а военные союзники предоставляют наступательные ударные виды вооружений, танки, а если еще и самолеты, боевые самолеты, правда, там, как бы, есть разница между боевыми самолетами и другими, уже говорят об этом, вот, если уже идет об этом, и Россия готовится к наступательному вооружению, и все больше и больше, ну, скажем так, высокопоставленных политиков Запада начинают то ли проговариваться, то ли это специально. Говорить о том, что это война против России, то здесь как раз уже и, скажем так, может выходить на первый план, в случае неудач на фронте, неудач на театре военных действий в Украине уже выходить на первый план и тема использования ядерного оружия. Поэтому, потому что тут уже вступает, скажем, измерение сверхдержавы в наземных операциях, в сухопутной войне, да и даже в авиавойне и так далее, здесь у России есть слабости. А вот ядерная, скажем так, составляющая, ядерная отряда, она уравнивает шансы НАТО, Запада в целом и России. Хотя в конвенциональном оружии, ну, конечно же, НАТО и Соединенные Штаты Америки значительно превосходят Российскую Федерацию. Вот почему Байден здесь, в отличие от молодых, скажем так, своих коллег или своих руководителей союзников, например, там, как Анна-Лена Бербу или других, очень осторожно и аккуратно использовать вот подобного рода, скажем так, заявления и не проговариваться. Сказал, Америка не будет поставлять F-16. Америка будет поставлять F-16. И, кстати говоря, если послушать американских генералов, так, достаточно авторитетных и известных, там, Бен Ходжес, Петреус, так, например, вот последние, которые я видел по CNN, они вообще-то рассматривают предоставление самолетов Украине как вообще решенное дело, как решенное дело. Посмотрим, конечно, как пройдет 14 февраля саммит Рамштайна, так, раз и будет посвящен этой авиационной теме. Но вот, мне кажется, сюжет развивается очень быстро, с наступательным вооружением, лихо, я бы сказал, закручивается новая интрига, потому что не успели дать танки, а уже самолеты через месяц. Скажите, пожалуйста, вы упомянули вот эту историю, когда Германия сказала, что мы-то готовы поставить танки, речь о леопардах, но пускай сначала американцы поставят свои абрамсы. В американской прессе гуляет такая версия, что на самом деле это был срежиссированный между Америкой и Германией спектакль, чтобы использовать вот эту паузу для переговоров тайных с Россией и еще одной возможности убедить Путина каким-то образом уступить. Что, мол, если ты его не уступишь, ну тогда мы начнем поставлять танки, а может быть и авиацию, но пока что мы вот готовы, ты готов воевать, а мы готовы тоже воевать. Насколько вы верите вот в эту версию о тайных переговорах и того, что, судя по всему, они закончились ничем, если были, конечно? Ну, возможно, тайные переговоры-то звучит слишком по-детективно, так, по-киношному, по-книжному. Ну, конечно, какой-то канал наверняка существует. Совершенно верно, да, ну правда, да, поэтому какие-то каналы, контакты, они есть, но мы знаем, есть контакты по линии Нарышкина и Бернса. Да. Есть такие, Бернс забыл в Киеве недавно, так? Да, тем более, что перед этим он в Турции встречался с Нарышкиным. Совершенно верно. Дальше Шольджа признается о том, что он, скажем, ведет иногда переговоры телефонные с Путиным и не собирается от этого отказываться, потому что это, ну, скажем, возможность все-таки как-то снизить накал противостояний, не допустить там раскрутку эскалации. Но тут же вопрос в другом, а что Путин должен уступить? Он уже территории эти, у него в Конституции записаны, он уже не может дать задний ход. Территории, которые аннексированы, оккупированы и так далее. Так? Да, и я не вижу, что и Запад всерьез нацелен на то, чтобы вот создать какой-то, ну, переговорный хотя бы, первый переговорный формат и так далее. Все готовятся к войне публично, по крайней мере. Публично и с точки зрения принятия военно-технических и политических решений. Все готовятся к большому наступлению, к решающему наступлению, для того, чтобы это все, ну, закончилось к концу 23-го года. Кстати говоря, вот... ...танки рассчитаны на послевоенное сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки. Уже в рамках не помощи в войне, а уже укрепления обороноспособности Украины после войны. Так вот, а что, куда Путину? Он не даст задний ход, ему некуда назад идти, так? Что, выводить войска из этих территорий, оккупированных из Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской области, и еще из Крыма, для того, чтобы сочетаться за стол переговоров, нет. И Украины тоже. Другого выбора нет, как не соглашаться с этим и готовить большую ударную группировку с наступательных видов вооружений наступать. Более того, Путина есть еще один... Понимаете, вот он только, ну, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, он, кстати говоря, не слишком волнуется по поводу предоставления Западом Украине танков и самолетов. С военно-оперативной точки зрения, конечно, это усиление Украины, это, конечно, новые проблемы России. Но с точки зрения большой игры военной или войны большой, вот этой холодной с Западом, Путину это выгодно, потому что он же, скажем так, они же раньше, раньше давно стали говорить о том, что это война не против Украины, а это война России и Запада. Причем Запад здесь является агрессором потенциальным и реальным. Теперь тем тот факт, что Запад фактически вовлекается в новую войну, это новый такой этап и новое политическое, более интенсивное политическое вовлечение в войну. Поэтому теперь как бы это с пропагандистской точки зрения для Путина подтверждение той, скажем так, рамки войны, которая российская пропаганда и давно уже отрабатывается в международных отношениях, в дипломатии, да, и на свою внутрироссийскую аудиторию. А с другой стороны, ему же главное сейчас легализовать право на применение ядерного оружия, которое, сказать и говоря, было, еще раз повторяюсь, было, они пытались эту тему, этот сюжет продвигать в октябре 22-го года в связи с 60-летием Карибского кризиса. Не получилось тогда. А вот сейчас в связи с тем, что фактически Запад дает танки и самолеты не оборонительное оружие, а наступательное оружие, теперь возможно Китай, Индия, ЮАР, Латинская Америка уже по-другому могут рассматривать вероятную, вероятность, гипотетическую, скажем так, ситуацию, когда Россия и США могут выйти на уровень ядерного сдерживания и реальности ядерного конфликта. И это начинает сегодня опять, скажем, эта тема начинает будоражить, скажем, и обострять отношения, в связи с обострением отношений между Китаем и США, на Ближнем Востоке, посмотрите, что делается на Корейском полуострове, в Тихоокеанском театре военных действий, который фактически сегодня уже рассматривается как будущий театр военных действий. Проблема Тайваня, Япония, Китай, Корея Южная, Корея Северная. Я не говорю уже там Иран, Ближний Восток и прочее. Так, эта ситуация. И таким образом, таким образом расширение вот этих конфликтных точек, горячих точек, вот этих всех размораживающих всех этих конфликтных зон ведет к тому, что право на применение ядерного оружия, ну, скажем так, может быть уже категорически отрицать это право со стороны России. Поэтому вот почему, еще раз повторяю, Байден действует осторожно, а Путин тоже ждет вот чем, что будет на поле боя и как, в общем-то, легитимировать или легализовать даже вот выход на новый уровень противостояния, когда противостояние включится, ядерная компонента, где, еще раз подчеркиваю, преимущество запада в ядерных видах вооружений над Россией значительно меньше, если оно вообще есть. В отличие от конвенционального ядерного оружия и конвенционального, простите, оружия и конвенциональных видов ведения военных действий. Я хочу вернуться к теме танков, с которой мы начали. И в реальности сегодня эти танки еще в Украину не пришли. Когда они придут, по датам неизвестно. Там, может быть, кому-то и известно, но как бы общественность об этом не знает. Реально их сегодня на поле боя нет и неизвестно, когда они будут введены. Тем не менее, сегодня все настойчиво говорят о том, что вот в самое ближайшее время может начаться российское наступление. Не получится ли так, что Украина окажется под угрозой очередного российского наступления, которое, очевидно, будет очень массированным, без тяжелой техники? Ну, есть такая версия, учитывая то, что танки поступят два, ну, это надо полтора-два месяца. Так, плюс экипажи. Все-таки это западные танки, натовский стандарт и так далее. Ну, я не беру сейчас проблему там сложности с логистика, как их перевозить, потому что это не... Ну, не дживилин, это не лад, понятно. Но вот вопрос о наступлении российском, вопрос интересный. Почему? Потому что логика, ну, как бы так, обычная логика. И вот того фактора, что у Украины пока нет мощных танковых таких соединений для наступления, пока придут эти танки, Россия может воспользоваться вот этой паузой, так, насыщения, до насыщения или до прибытия на фронт вот эти 320 западных танков, с тем, чтобы затем уже это стало бесполезно. Вот все карты руки, как бы сейчас Россия для того, чтобы идти в большое наступление. Ну, не знаю, я бы предпочел или, ну, скажем так, предложил бы другую версию, так, или другую оперативную тактику. А вот, может быть, заключается вот, что сейчас Россия может пойти в наступление, силы будут ее измотаны. Ну, не так-то просто, как бы, это большое наступление осуществить России, судя по всему, что не так просто. А тогда уже, когда Украина получит танки, еще и самолеты, можно уже окончательно разбить всю новую группировку. У всех подготовлены вот эти новые ударные силы, которые были подготовлены вот с ноября по конец января 23-го года. И тогда исход войны предрешен в пользу Украины. Победа Украины предрешена. Поэтому мне кажется, что Россия будет действовать все-таки потихоньку, не бросая все силы на наступление. Будут идти вот такие же бои, как идут сейчас в районе там Углидара, Бахмута. Так, где-то, может быть, появятся новые такие, как бы, небольшие, не фронтальные, не массовые, массированные такие наступления. Где-нибудь там на севере Луганской области, на юге Харьковской области. Так, где-то возле Херсона, Запорожья. Но больших наступлений я не жду, потому что можно потерять много в этом наступлении, не добившись успеха. Все-таки театр военных действий территориально очень большой, очень большой. А до полтора месяца два месяца для того, чтобы это было наступление полноценным, интенсивным, ну, скажем так, два месяца, полных два месяца, до тех пор, пока танки придут. Поэтому Россия будет тоже экономить силы, экономить и технику, так, с тем, чтобы затем вот с помощью реагации или с помощью там каких-то своих преимуществ перемалывать. Как они планируют перемалывать украинские войска и подбивая или там уничтожая западную технику. Кстати говоря, это с имиджевой стороны тоже, если вот будут гореть леопарды, например, с пропагандистской точки зрения, это можно хорошо подавать и плюс в борьбе за там рынок вооружений, где леопарды, ну, скажем так, хорошо себя зарекомендовали, пользуются спросом и так далее. То есть я здесь все-таки не жду какого-то большого прорыва такого в стиле, помните, как там 10 Сталинс ударов когда-то в 44-м году, так, в 43-м, 44-м годах. Не жду по всем линиям фронта, там, начиная с белорусского фронта и заканчивая там 4-м украинским фронтом, как это было, так, вот в конце 43-го и начало 44-го года, и сейчас 44-й год, 1944-й год, компания такая была. А, в общем-то, война на истощение, изнурение для того, чтобы иссякали эти резервы. Смотрите, вот эти 300 танков придут, так, ну, они, конечно, усилят значительно наступательные возможности Украины, но все-таки, мне кажется, решительно, решающего преимущества это не даст. Все-таки придется искать другие шансы, другие возможности. Хорошо, а если вот эти танки, кто-то их подобьет, сломается и так далее, дальше будут новые поставки, будут танков? Их же не будет уже. Почему? Потому что они и так, это запасы из складов стран НАТО, новых же леопардов, например, в виде там сотни леопардов или еще каких-то произвести, ну, не так будет просто. Либо придется отдавать все свои запасы, оголяя свои оборонные возможности и свои склады вооружения. Поэтому, ну, хорошо, 300 танков придет. Дальше, ну, хорошо, там сколько самолетов придет, там, 100 самолетов или там 200 самолетов. Мне кажется, что попытка все-таки будет связана с тем, чтобы истощать друг друга, уничтожая, ограничивая военно-технический потенциал, в данном случае Украины, потому что российские ВПК работают круглосуточно, они выпускают танки и так далее. А вот есть такая у меня у нас уверенность, что западные ВПК будут работать круглосуточно на поставку новых танков, которых Украина будет нуждаться после наступления уже с новыми западными танками, как и самолетами в том числе. Да, это сомнительно. Вадим, спасибо, что были с нами. Поэтому я не жду большого наступления, да. Спасибо, что были с нами. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был украинский политолог Вадим Карасев. До свидания.